Христос посреди нас, живой Бог, любовь наш, был, есть и будет, и вчера, сегодня, завтра, и во веки веков. Я всех рад вас приветствовать на своем канале, мои родные, любимые, христолюбивые, братья и сестры во Христе и не только. Соскучились по мне? Я по вам очень соскучился. Я хочу ролик еще раз записать о любви к врагам, ну и вообще к любому человеку. Ну, в частности, конечно, пойдет речь о враге, неприятеле, человек, который мне неприятен. И я попытаюсь то, что в прошлом ролике мы с вами почитали Писание, сейчас я специально ничего не буду читать, ну, кроме одного тезиса Божьего, Христова, Бога нашего, что как надо любить врагов, да? Господь не сказал это и умолчал дальше, как Господь рассказал, как это делать. И я сейчас более уже простым языком, без всяких там не будем много зачитывать, да? Вы помните, как Господь сказал, любите врагов ваши. Дальше что он говорит, как любить-то? Господь не оставляет это дело без разъяснения, да? Господь говорит, молитесь за обижающих, ну, за врагов, в общем, молиться надо, да? И затем надо благословлять и благотворить. Вот, во-первых, что такое молитва. Прежде всего, как всегда, конечно же, это обращение к Богу. С молитвой делится на две части, это что-то внутреннее, да, все знают определение. Это либо беседа с Богом, либо, где нет Бога, те же самые религии, это что-то типа аутотренинга, как у атеистов, типа буддизма это, забыл, ну, вы знаете, да, не самовнушение, как это называется, да, медитация, что-то такое. Но у христианина, так как мы все люди, в принципе, это тоже все совмещается на самом деле. Тут не надо ничем пренебрегать, все в мире Божье создание, единственное, все можно искажать. Нет ничего, в мире зла, зло не имеет сущности. В мире имеет сущность только Бог, только любовь, только благо. А все остальное, это лишь искажение этой сущности, в которой есть Бог, любовь. И вот прежде всего, конечно же, мы начинаем опять сверху, ибо Господь – начало всего. Он альфа-омега, первый и последний. Мы, естественно, обращаемся к Богу. Мы все прекрасно знаем, что как бы мы ни жили, когда нас кто-то обижает, где-то мы что-то услышали, да даже просто человек на нас косо посмотрел, да, что первое начинается – сердце. Я вам рассказывал, у человека есть умное сердце, никакой совести у христианина нет. Есть умное сердце – это ум, разум, который своими чувствами, то есть это Адам в образе сотворения мира, Господь нам показал образы внутренней сущности человека. Это Адам – это символ ума, это Ева – символ чувств. И вот Адам, властвующий над Евой, то есть управляющий своими чувствами, это и есть цельный человек, это и есть его желание. Ну и обличено все это вплоть, то есть возможность получения переживаний этих удовольствий, наслаждений, потому что Господь и сказал Адаму, съев и всякое дерево в раю, то есть ты можешь вкушать. То есть человек создан для наслаждения. Просто есть наслаждение, так скажем, законное, естественное, сущностное, а есть извращенное. Вот этот Адам, конечно же, поэтому любой поступок человека, вокруг нас находящегося, он причиняет нам что прежде всего? Прежде чем достигнуть ума, он проникает, что он ударяет в сердце. То есть, конечно же, мы чувствуем боль. Боль, обида, оскорбление – это все чувства. Естественно, ум, приняв на себя удар, сердце приняв, ум внутри говорит, ага, ты меня обижаешь. Ну, как и человек, который убьют, получается, и нет, ему боль, и в уме он анализирует. Вы прекрасно знаете, как устроен человек. То есть все это внешне, через тело, через сердце доходит до ума, до самой-самой точки микромира. Микро, то есть точечки. Это есть Адам, он непостижим. Это дух вдулок из человека, это та личность, дух, личность, я. Это вот и есть богоподобие наше. Я мыслю, я осознаю, что я могу познать Бога, я вообще сам Бог по его порождению. Сам Господь, давайте, сказал, что символ детей и родителей. Он наш отец, 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 отец. Это все об одном и том же говорит. И вот любой поступок человека, он пронизает меня через тело, потому что, скорее всего, он либо причинил боль моему телу, либо моей душе. Ну, душа тоже имеет какой-то внешний вид, сейчас сокрыта под этой дебилой животной одеждой шкуры. Вот, поэтому, в принципе, что человек наносит рану телу, что наносит рану душе, то есть обиду, оскорбление, боль, то есть какой-то поступок. Мы эту боль чувствуем, ум анализируем. Ага, он мне сделал больно. Все с ним ясно, да? Мой враг, мой неприятель, мой недруг. Естественно, что я делаю от боли? Когда в вас летит стрела, что делает воин? Защищается щитом, строит баррикады, огораживается. Вот так и человек. Он начинает что делать? Его открытое, живое сердце начинает, как Господь сказал, каменеть, огораживаться от всего внешнего, от всех, от всей внешней ударов, которые причиняют ему боль. Человек, по сути, это вот образ ограждения. Слово город, вот когда Каин и все его потомство стало строить, там слово очень красиво, надо говорить, не города они стали строить, а огораживаться, ограждение. Понимаете? А все почему? Потому что сами злодеи во всех видели. Каин сам убил брата и понеслась, поехала. Человек огораживается. Город от слова ограждение. Сами прекрасно знаете, что город по периметру любой. В этом смысл. Там не то, что строить города, стали строить заборы, ограждения. И появился город. Город это уже сокращенное современное слово. А Каин стал, все его потомство, которое он стал плодиться и размножаться, они стали первые строить ограждения, заборы. Вот мы тут будем своим мирком жить. Появляется город. Ну, от слова ограда, ограждение. Так и человек. Очень хороший образ, что это из кирпичей, допустим. Вот и Господь говорит, ваше каменное сердце, сердце, конечно же, каменеет от боли. От боли нам причиняемой, телу или душе, сердце это каменеет, ум дает приказ каменеть, грубо говоря, и начинает строить это ограждение. Вот, потому что, конечно же, он бережет свое сердце, как Адам бережет свою Еву. Чему научил нас Господь? Конечно же, первое, мы молимся к Богу. И вы помните, как Господь сказал, обратись ко мне, и я вместо твоего каменного сердца дам тебе сердце. Ну, там плотяное, а все же привыкли к слову плоть как отрицательному. Ну, читайте по-другому. Вообще, там, если грецкий перевод, я говорю, как всегда, у любого слова можно по-разному, и тем более мы читаем в синодальном переводе, можно прочитать как сердце живое. То есть, не каменное, не мертвое, не железное, не огрубелое тело сердца, а сердце живое. И вот, что надо сделать? Кто это пробовал? То, что я сейчас рассказываю, знает каждый. Единственное, мы об этом забываем, все время жить по-другому. Христиане должны опомниться, покаяться и жить по-другому, ибо мы христиане. Как живет христианин, он начинает взывать к Богу. Господи, не дай ожесточиться сердце моему, ожесточиться, окаменеть. Потому что вы все знаете, для человека в сердце зарождается обида. Обида, злоба, все вот это, я говорю, как минимум равнодушие, окаменение. Христианин сам понимает, что, конечно же, источник всего – Бог. И он дает. Ты сам, не то, что ты сам собой борешься, сначала ты выказываешь Богу свое желание. А то все это спасение там поверит. Да ни по какой не поверит. По твоим желаниям спасения. Господь призывал тебя. Ты хочешь, он говорит, только попроси у меня, я дам тебе. Вы помните, как он всегда даже в Ветхом Завете это говорил. Призови меня в день скорби. Вот она скорбь, вот печаль. Меня обидели. Скорбь внешне от кого-то. Даже то же самое увольнение с работы. Это же человек тебя уводил. Человек тебе причинил. Ты же не просто злишь свой, потерял работу. Ты потерял то, что ты начальник уволил. Кто-то подставил, может быть, еще что-то. У тебя-то боль не на что-то нечто зарождается. На конкретных людей. И Господь говорит в день скорби. Призови меня. Меня. Не имя мое, а Бога живого. Бог живой. Призови меня, Отца твоего, небесного, любящего. Ибо Отец это символ любви, заботы, попечения, учения, пищи, радости и всего на свете. Как образ родителей для детей для грудничков. Ну, в день скорби призови меня, я избавлю тебя, обрадую, дам тебе новое сердце, сердце живое вместо каменного. И ты что, прославишь меня, проповедуешь меня. Слава – это проповедь, это восхваление. Это все одни и те же слова. Так что, вы помните, тогда светится свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Мы прославляем Бога добрыми делами любви, как Он прославил Своего Отца своими добрыми делами любви, Иисус Христос. Живой воплотившийся Бог. И неизменный в слове, и в воле своей, во всех помышлениях. Мы обращаемся к Богу обязательно. Исцелить тебя может только Бог. Исцелить. Сатана тут же присидит, все знают, еще больше начнет разжигать. Ты посмотри, какой неходяй, а тот и другой. Более того, вы все прекрасно знаете, как тяжело тебя где-то обидели на работе, не принести это зло в дом свой, допустим. Не выместить его на ближних, на друзьях, на родственниках, на родителях, на детях и прочее, прочее, прочее. Поэтому, конечно же, мы просим Господа, чтобы сердце мое, чтобы мне не построить эту каменную ограду. Господи, убери это, освети меня, омой меня, Господи, чтобы мне вот ничего к этому человеку плохого не испытать. Более того, помоги мне, вселись в меня Духом своим святым, расширься, просияй, возгорись, как он говорит, еще сильнее. Во-первых, пожги всю эту гадость, вот тебе на жертвенник. Господь говорит, возложите все свои помышления. Бог сердцеведец, и ты ему на это жертвенник сердца кладешь все свои мысли, и Господь все пожигает. Вот, все злое, а все доброе принимает и умножает, и помогает тебе это исполнить. Вот ты молишься, Господи, дай мне сердце живое, святое. Все, и кто знает, кто пробовал, действительно работает, действительно работает. Я просто на себе специально рассказываю, вот я служу в интернете, да. Конечно, много обижают, оскорбляют, унижают, там, поносят. Как они думают, что обличают, хотя это делают на лицо. Ибо, вы знаете, слово обличение имеет корень лиг, лицо, личность, поэтому. И плюс, я согрешить должен против тебя, а это поношение чистой воды, когда ты это делаешь публично, без возможности моего ответа, причем не за грехи против личного, против тебя. И вот там меня тоже обижают. Вы знаете, сколько раз у меня сердце окаменело, ожесточалось все, и на этого человека. И из-за этого человека в общем думал бросить все. Конечно же, я сразу молился Господу. И порой это происходило совсем не быстро. Это не так, я тоже, естественно, поделюсь опытом личным. Да, это не значит, что это происходит. Через пять минут Господь смотрит, ты точно этого хочешь? Да, слабому Он подаст, я вас уверяю, через секунду. Помните, как Господь в Евангелии тут же исцелял там маловерных, или у кого слабая вера, но некоторых Он испытывал. Помните, как вот эта женщина, у которой язычница, у которой дочь была бесноватая, Господь как показал, но Он знал, что она не отстанет. Ну как Он ей грубо-то сказал, я пришел, чтобы хлеб дать детям израильским, а ты тут псина языческая просишь меня чего-то. А она какая смиренная оказалась и понимающая, сказала, ну и что, ну пусть я собака языческая. Но ты исцели. И Господь сказал, даже потом как похвалил, что и в Израиле нет такой веры. О, вот женщина. Ну, Ей Он не так сказал, Он сказал сотнику там тоже язычников. И я ей сказал, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по слову твоему. Вот, иногда Господь может тебя укрепить. Но Господь не потому, что хочешь, смотрю, как ты долго будешь упрашивать, мы возрастаем. Мы действительно показываем Бог желание. Этому укрепляется наша вера, это укрепляется наша внутренняя сущность. И вот я, меня бывает, зацепляло что-то, я сутками ничего не делал. Я там не писал ролики, чуть ли даже порой ни с кем не общался, чтобы не сорваться. И говорил, Господи, пока ты меня не исцелишь, я вот буду вот шел, занимался чем-то тут на огороде, домашними делами. Ну, с близкими общаешься, обычно на них получается, по крайней мере, в последнее время у меня так жизнь, что не выношу это. Ну, а на какого-то такого человека, не очень близкого, или уж не говоря, не дай Бог, с этим человеком сейчас связаться, конечно, ты можешь сорваться. И ты молишься, Господи, исцели меня, исцели мое сердце сначала. И сам себя вот этим, ты понуждаешься желаниями и молитвой к Богу, ты стоишь, у тебя идет такое стояние в молитве. Ты только об этом думаешь, исцели, вцепился во Христа, как это, да, помните, или как Иаков, этого ангела. Пока не благословишь меня, когда он всю ночь боролся с ангелом, ну, как там переводы разные, как бы с Богом. И вот пока не благословишь меня, Господи, я вот делаю так, так научил меня Христос, я всем вам передаю его слова. Он говорил, кто в малом верен, тот и во многом. И всегда говорил, ты обратись ко мне, обратись, и говорит, если ты попросишь это во имя любви, я все тебе дам. А ты же просишь на добро, Господи, исцели меня, ты же ничего плохого просишь, Бог всегда тебе подаст. А то, что он долготерпит, вы помните, как он говорил, я смотрю на тебя, как ты борешься. Это всегда так было. Вот что мы делаем в пирожи, вот что такое молитва. Почему Господь говорит, молитесь? Это не значит, что публично там пиарится, да, действительно, вставать там и молиться за врага. А он там где-то, а ты тут публичный. Нет, это действительно личностная молитва. Личностная молитва к Господу, чтобы он и вот это внутренний аутотренинг. Аутотренингом я называю таким христианским, что ты взываешь именно к Богу. Господи, исцели, исцели, исцели. Сатане говоришь, отойди, отойди, он тебе там что-то наговаривает. Господи, убери его от меня. И сатану, и сердце мне даю новое, живое, святое, чистое. И если Господь тебе, а он дает, я не знаю через какое время, всегда по-разному, в зависимости от вашего духовного возраста, внутреннего человека. Ребеночку грудному мы сразу все подаем, как он только кричит в соседней комнате, вы знаем. Ну, а взрослым детям мы можем и не сразу подать, а прекрасно это знаете. Вот, а то их заставить потрудиться, принудить. Вот что такое молитва внутренняя. Вот что такое молитва за обижающих, за врагов. Ты просишь не за него, Господи, дай этому грешнику покаяние. Да нет, нет. Нет, ты молишься, Господи, меня, меня, я в аду буду гореть, если мой сердце будет черное. И, ну, естественно, помню, как Господь молился, конечно же, на кресте, да, и как Стефан, когда его поевали, да, им не в мене, нет. Он меня, я даже, заметьте, я сколько говорю, я об этом даже не упомянул. Что вот он, грешник, будет там в аду, нет. У меня уже даже давно таких мыслей не приходит. Я ничего ни на кого не имею. Вот именно, что я сейчас начинаю, вернее, иметь, и ты меня исцели. Я не прошу, Господи, ни вверг, ни о ват, он меня так обидел, грешник. Разве так делают христиане? Нет, христианин пытается свое сердце. Господь показал вот с этой блудницей, которую привели в Евангелие, от Иоанна, 8 глава, помните, да, взятую в прелюбодеянии. И когда он им поставил преграду к осуждению, сказав, что если кто из вас без греха бросит на реками, естественно, таких людей не существует, поэтому и никого не суди. Как будешь святым безгрешным, а безгрешен только Бог, только Он может судить. А вы с грехами, хоть с одним маленьким грехом, ты судить никого не можешь. А ей потом и для всех нас, детей Божьих, дал, прекрасно открыл сущность бытия, закон его Божий. Он говорит, если тебя никто не осуждает, и я тебя не сужу. Поэтому, конечно же, христианин понимает, даже не судит, что он его обидел, что Господи, да, прости его. Ты его просто вообще не осуди, и не надо ничего за него молиться. То, что Господь это делал публично, чтобы нам открыть свою тайну, когда он сокрестал, так же в Господе невмени им греха, да. Это было проповедь, это было наше учение. Мы познали, что мы должны делать внутри. Только поэтому Господь это делал публично. Не для славы. Славу он никакого уже не принял. Он уже висел в него, плевали, смеялись над ним. Он нам открывал свое учение этой публичной молитвой за врага. То же самое делал Стефан. Это проповедь. Да, она бывает. И, может быть, у каждого из нас так предстоит иногда. Может быть, будет случай. Жизнь так Господь так управит, да. Но это единичный случай. А, в общем-то, мы не видим. Там каждый второй, вы помните, как Господа и сатаной обзывали, и пинали, и сколько раз пытались и убить в собственном городе. Хотели с горы сбросить, с края. Ну, любой город на горе находится. Вот. Вот что такое молитва. Ну, я уже много сказал. Вот что такое. Главное, чтобы Господь не расстатил твое сердце. Более того, подал тебе все потребное. Источник всего Бог. Абсолютно всего Бог. И чистого сердца. Но ты, человек, имеешь личность. Я, твои желания. За это тебя будет судить Бог. Ты имеешь право свободы. Дух Святой тебя свободой не лишает. Вы прекрасно знаете историю Ветхого. Но за это есть падение там. Есть падение. И не надо все подавать под систему. О, если они согрешили, значит, они не были в Духе Святом. Были. Они крестились, принимали такое же крещение. Ветхомы сами о себе свидетельствовали, что имеет Духа Божьего, Дух Святого. Сейчас я не буду ни о ком конкретно говорить, чтобы ролик не удлинять. Вы, кто изучаете Писание, знаете, там примеры такие падений. Что происходит дальше? Вот он, он, христианин. Молитва. И это мое желание. И это мое исцеление от любой боли, от любой нанесенной мне раны, от любого греха против меня, совершенного человеком, которого в Писании Господь называет врагом, недоброжелателем, там в разных местах неблагодарных, злых, кто тебе спасибо не сказал, ты ему душу отдал или хоть что-то сделал, да, а он тебе... Вот за этих людей мы пытаемся чего? Мы сами подвязаемся всем. Здесь в хорошем смысле нам до другого слова, до другого человека дела нет. Ты его не суди, ты за собой смотри. Господь сказал, что на суде ты будешь сам стоять, и грехи твоей совершенной обиды против ближнего, они будут тебя держать в аду, они. Поэтому он говорит, примирись со всеми людьми, никому не делай зла. И эта молитва, это мое умное сердце, когда оно исцеленное, когда оно святое, в Духе Святом, вокруг и вне пламенеет им, конечно же, человек, как отпускал из доброго сердца, из чистого, выходит добрые помышления, а из злого – злые. И эти помышления через наше тело, ручки, язычок, ножки, превращаются в дела. Дела делятся на какие-то творения. Ну, просто дела, дела – слово. То есть проявляется как-то в делах через руки, ноги и через язык. У нас две такие грани телесные очень резкие. Поэтому Господь и сказал, а дальше из этого чистого сердца у вас тогда и выйдет, соответственно. Поэтому благословляйте. Ну, прежде он сказал, молитесь, а потом уже, конечно, если у вас будет чистое сердце, оттуда и выйдет только благословение, благое слово, доброе слово, и благотворение, добрые дела. И Господь сказал, судите их по плодам. Когда вы видите этого человека, я там, ну, сам себе противоречит, да, он говорит, что вот там у меня, я его там обличаю, я его люблю, люблю и поносит его. Да ничего подобного. Благое слово – это доброе слово. Доброе слово. Чего можешь этому врагу сделать добро? Никогда никого тебя обидел? Не рассказывай никогда никому. Не жалься. Ой, меня этот обидел. Не делай этого никогда. Ты разнесешь только грязь. Ты этого человека скажешь, у того сложатся впечатления, а, он моего друга поносит. Правда, потом он узнает, что тот покаялся, и ты уже во нем будешь другого, только вчера ты его грязью поливался, он говорит, ну да, он покаялся. Ну, может, он не такой, блин, потому что он еще раз сказал, какой негодяй все мне перемолол, а теперь говорит, что он не такой плохой. Ну, понимаете, мы люди чувства, а христианин – это не чувства, это ум, это дух, это «нуз» греческая, это Бог, это то дыхание жизни, это образ и подобие. Это Адам, это ум, управляющий девой, противившись чувствами, это мои желания, потому что каждая мысль, рождающаяся от ума, имеет какой-то дух, какую-то конечную цель, хорошая или плохая. И вот человек внутри себя понуждает себя, просит Бога, «Господи, помоги мне, измени мое сердце, из этого сердца, конечно же, у меня вылетит доброе слово». Я никогда... И поэтому мы судим по себе и по другим. Вылетело гадкое слово, все понятно. Он может хоть обговориться, что в духе никакого духа, то он там нет. Господь ни с чем нечисто не соединяется. Там мугашен будет. В чем принцип любви? Почему Господь дальше? Начнем еще немножко продолжим. Господь, мысль вспомнил. Он говорит, какая вам польза, если вы любите любящих, ибо и мы, три грешники, делают то же самое. Заметь, если вы любите любящих, то есть любимый человека, который нас любит, это естественно. А за что любим? А то все вот вера без дел, спасение, я спасся только верой. Да что-то ты любящего, любишь за то, что он любит тебя, в том ты и делай. А любовь проявляется в делах. Твое сердце откликается на его внешнее проявление. Человек не сделал какое-то добро словом или делом. Я его тоже люблю, у меня тоже на добрые дела у меня именно откликается. Человек, который ничего не делает, у него просто нет. Вот воздух. В нем нет ничего. Это пустота, пустое место. В мое сердце я люблю человека, который творит ко мне добрые дела. Мне что-то сделали, по головке погладили, и у меня сердце прям тянется к человеку. Он меня хвалит, он меня слушает, он мне что-то делает, помогает, готовит, убирает, целует. У меня сердце, он проявляет какие-то дела, добрые дела ко мне, любви. И у меня сердце любит его. Все, он мне против шерстки погладил, обидел, оскорбил, что я, и пошел отсюда, я тебя тоже не люблю. В чем смысл вот этого формулы, о которой Господь сказал? Молитесь, и эти добрые желания, я тебе дал чистое сердце, из этого исходящее чистое помышление по твоему желанию, они будут превращаться в добрые слова и в добрые дела. Как бы, почему мы должны именно так делать? Потому что ты поражаешь другого человека именно делами. Вот как бы человек тебя не обидел, а ты говоришь доброе слово в ответ, или доброе дело. Это сражает человека. Конечно, злой серф тоже начинает думать, да, он себя там лукавит, или еще что-то. Это не лиза. Наша христианская дело, как и делал Христос, его тоже, в чем только не обвиняли, в том же самом неискренности, ложности и так далее, в тщеславе. Поэтому приходилось оправдоваться, что он веселейший слава, посмотрите, дела мои, я сейчас вас имею-то. Человек должен делать все равно добрые слова, добрые дела. И не важно, что тебе сейчас этот человек не верит, кто-то верит, кто-то не верит. Это сразит человека. Твои дела все равно будут стучаться куда, ему проходить сначала через тело, ты же для тела что-то делаешь, или для души, для душевного тела. Обычно для души мы делаем словами, а для тела делаем делами. Вот ты говоришь и делаешь добро, это все равно бьет в человека, его, в душу. если зло причиненное тело и зло причиненное душе наоборот поменяет сердце, то доброе дело и доброе слово, стучащее в плод и в тело души, все равно проницает, как стрела в самое сердце. До сердца может достать человек это чувствует. Тело-то кричит в сердце, ты что, не чувствуешь, как меня гладят? Ты что, не чувствуешь, как меня хвалят? Сердце тоже начинает тянуться, оно откликается на добро, и ум, как бы он там не противился человеку, его, конечно, начинает бесить, куда ты, неуправляемая Ева, к нему потянулась, потому что человек тянет с одним другом, ты любовью притягиваешь. Да, тот же ум, противоположный другого у человека и тадам в сердце может противиться до последнего, но это не нашего ума дело, нашего ума дело, как Господь сказал, делать это. И именно через эти дела мы растапливаем, оживотворяем сердце другого человека, эти кирпичики, скучимся, скучимся, и ум, когда захочет, разберет эту ограду, это окаменелое сердце, это жестяное, и будет такая же любовь. И именно тогда он тебя полюбит. Поэтому ты, что бы у тебя внутри не было, пусть даже, вот как я говорил, да, это я, конечно, жду, есть возможность, допустим, уединиться, тебя человек обидел, но даже, если тебя Господь еще не исцелил, даже, если тебя еще сидит к этому человеку, вот ты с ним встретился, на работе, по дороге, сделай все, конечно, молись параллельно в сердце своем, к Богу, но сам себя, хоть ты трестим, понуди, никогда не обидеть к этому человеку, с кем бы ты, вот именно во время этой еще неисцеленного сердца, да, пусть не с ним, лично, с другим, никогда не говори ничего плохого об этом человеке в третьем лице, никогда ничего не сделай, всячески себя понуждаю, да, тебя кто-то обидел, ты с друзьями беседуешь, вот я там по скайпу разговариваю, никогда не вспоминай о том, что у тебя сегодня кто-то что-то сделал, никогда, ты сорвешься все равно, лучше вообще не вспоминай этот случай, я говорю, не вздумай что-нибудь говорить, никто не знает, кто-нибудь узнал об этом, сам тебя допрашивает, ничего не говори, с юродствой отмашься, ничего не говори, человек именно умом, именно дух, ну смотри, моя внутренняя личность, я, который хочу быть Богом, который хочу быть сыном достойным Бога, хочу его являть в себе Христа и Отца, я именно понуждаю себя к добрым, словам, к добрым делам, ему уже со стороны может показаться, что Бог его исцелил, что он такой, что он правда, или пусть он лукавит, но он не знает, в словах и в делах моих проявляется любовь, в добрых делах, в добрых словах проявляется любовь, ибо в вере моей я через доброделание к братолюбии, к брату, являю свое благочестие, свою любовь. Схема очень простая, потому что, в принципе, и нам, человек, вот мы идем, я просто, это ладно, мы там все время берем какие-то близкие отношения, семью, друзей, ну вот ты едешь, я не знаю, вот ты на машине, у тебя машина сломалась, и человек тебе на дороге помол, ехал, остановился еще, в принципе, ты же не знаешь, что у него в сердце, во-первых, я говорю, его может быть тоже кто-то обидел, он может сам сейчас давайте сам на дороге сказал, никто не останавливался, а он остановился, хотя он не злоба сидел на всех людях, но он увидел тебя, и вот именно это, допустим, христианин, и он сказал, мало ли что у меня, я-то христианин, а я вот этому человеку сделаю добро, вы понимаете, не тот, кому ты помогаешь, не знает, что у тебя ад в душе, я говорю, может, ваши сутки там мерзли, на этой дороге, никто не останавливался, не мерзли, а он тебе рассказывает, да я вот, да только сломался, вот ты первый, сразу тормознулся, понимаете, вот он христианин, он добрыми делами, и он сделал этому человеку, и у него всякая любовь к тебе, любовь, потому что ты остановился, и он откликнулся, но у тебя-то ад в душе, поэтому Господь говорит, какой вам толк, если вы любите, ты же, и ты-то остановился, вот этому человеку на дороге, он-то тебе никто, это же не твоя мама, ты увидел, ой, мама моя тоже на трассе сломалась, я там сутки, а эта мама, ну пусть она пять дней назад, я же не буду маму сутки морозить, чтобы ей досталось, как и у меня, она вообще в этом не виновата, мне же другие в душу гадили, да, вот Господь и говорит, какой толк, если вы любите любящих, что это только если мама сломалась, мамина машина сломалась, нет, это вообще посторонний человек, человек, и вот ты его, даже несмотря на то, что тебе так сделаем, более того, и вот мы дальше планка, вот им, ты может стоял сутки, и чуть ли не 10 номеров там успел запомнить, кто мимо тебя проезжал, или кто-то остановился, еще и гадость какую-нибудь сказал, а, дебил, сломался, ну и сам, и дальше поехал, ну это такие случаи, и ты видишь, что когда тебя через сутки отремонтировали, кто-то помог, ты едешь, и видишь этого, который тебе злословил, клеветал, или там просто мимо проехал, ты запомнил номер какого-нибудь мерседеса, и видишь, как он сам стоит, руку тянет, помоги ему, помоги ему, постучись в его сердце, он может тебя и не заметить, и как бы уж забыл о тебе, да, мы очень, очень быстро забиваем, а мимо, людей, встречающих нам на пути, и вот ты видишь, я и того говорю, что он как бы не будет, может быть, задуматься, а что-то лукавый человек, да, вот я-то ему и сделал, а он нам из лукавства все-таки помогает, нет, он тебя проехал, а какой-то там, бомж на пятерке, я-то намеренне, там, еду к своей, любовнице от жены в другой город, да он тебя забыл через пять минут, у него музыка хорошая, тепло в машине, а ты остановился, он не помнит, что это ты стоял, полчаса назад там, или, причем стоишь-то уже сутки, для него там пару часов назад, а он тебе остановился, а он тебе помог, и вот как раз, когда ты ему потом расскажешь, да это я там стоял, ты знаешь, что он меня проехал, может этот эффект, так мы проповедуем, мы бьем в сердце человеку, ву, но через тело, тело телесное, тело физическое, видимое, через тело души, которое причиняет боль словами своими, до души руками не достучаться, а вот словами, но душу ранее, точно так же, как руками чужое тело, и через это сердце, через сердце пронизаем до ума, как Господь помнит, и Слово Божие живо и действенное проникает в самое глубинное, в глубине всего в микро-мире это ум образ, а в макро-мире он бесконечен, все наши мысли улетают, разлетаются, дела, и все это в бесконечность, в декаде, вот смысл-то, вот кто такой христианин, христианин понуждает себя к добру, понуждает, естественно, он просит у Бога всего потребного для этого понуждения, и Господь смотрит, что ты будешь избирать, чего ты просишь, к чему ты свою волю направляешь, вот эта проповедь, что я там спасен, поверь, а где тогда воля человеческая, воля человека, где, она есть, она есть у человека, у этого ума, у него есть воля, ты можешь даже пожелать и быть безвольным, Господь тебе все дает, но это там, это все природа по кусочкам, это все от единое целое, человек от единое целое, это умное волевое сердце, облеченное еще и телом, неважно, там будет новое тело духовное, у нас всегда будет видимый образ, мы с вами не духи, не дух как Бог, един Бог есть дух, и то, как мы видим этот Бог, Иисус Христос, вот что такое любовь к врагам, и вообще, кто такой христианин, кто такой Бог, если Бог по природе благ, то мы благими становимся, и Бог нам потихоньку меняет от природы, но меняет настолько, насколько мы этого как бы заслуживаем, как Адам не оценил, и оказался неблагодарным, и пал, то мы должны, как это есть пословица, не храним, что имеем, да, и не бережем, что любим, вот это из этой же серии, вы знаете, как халява человека, приходящие халявные деньги, они очень быстро уходят, все, что в жизни приходило даром, за счет чьей-то крови и кота, а не твоих рук, мы это не ценим, все это очень быстро разлетается, и вот Господь-то будет нам менять наше тело, в соответствии нашему богоподобию, чем мы больше в Боге утвердаемся, что да, Бог любовь, Бог смирения, Бог, все вот это вот, все его плоды, стороны Духа Святого, это любовь, радость, мир, вера, кротость, чем мы больше этого будем желать, чем мы больше будем, когда Бог нам все потребно для этого будет подавать, мы это будем во благо употреблять, чем мы больше будем в этом укрепляться, и ни в коем случае не падать, потому что любовь не превозносится, не ищет своего, не бесчинствует, не завидует, когда мы будем понимать, что все, что мы у Бога употребляемся, это из нас еще сатану не делает, дары могут сделать себя как сатану, дары, дары Божьи, поэтому Бог тебе будет в себя подавать только то, что ты можешь употреблять себя на пользу, а не этим обоюдовольным мечом заколоться, мы детям грудным не даем мечи, ножи и пистолеты, но чем мы больше будем возрастать, дети Божьи в доме, и взрослые дети в доме родителей, как и Господь сказал старшему сыну, помните в притче о блудном сыне, все твое, все мое, твое сын, и кто знает это чувство уже, возрос в этом усыновлении, тот знает, что он как сын в доме, он все берет в доме, что хочет, мудрость, радость, все, все, это всегда образы хлеба, там вина, но это уже, это от опыта, и говорить об этом бессмысленно, мы можем друг другу только, Господь вел путь указывать, рассказывать об этом, пока ты сам не вкусишь, ты ничего не узнаешь, а вкусить это можно только едя, вот так вот, поэтому схема очень простая, молитва к Богу, а молитва выражается в просьбе, в желании, и когда тебя дает Господь, в волевом решении это исполни, понуждать себя с Божьими дарами, с Божьими силами, со всей измененной Божьей природой в тебе, и все это воплощается, мы по плодам и себя судим, и других, но других не публично, а просто внутри себя рассуждать, гнилой дерево, Господь говорил, доброго плода не приносит, и по себе судить то же самое, из одного и того же сердца не выходит, и сладкая, и горькая вода, но это все символы, вы понимаете, о чем идет речь, ну и надеюсь, в этот раз вот более так свободно, без чтения слова Христова, ну мы его читали в прошлом ролике, вы можете сами перечитать эти, это в Нагорной проповеди, вот это, да, пятая по Матфею, шестая по Луке, почитать о любви к врагам, или десятая, да, какая там по Луке, ну вот так вот,